Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Тема дня» на канале ИТОН-ТВ. Сегодня в студии Михаил Юровский. Для начала я процитирую один из популярных израильских русскоязычных сайтов, который назывался Изрус. «Африканские инфильтранты не способствуют повышению уровня преступности», так сообщила радиостанция «Голос Израиля». Эта новость была опубликована в 2010 году, 13 декабря. Сейчас с нами на связи по скайпу журналист, аналитик и политолог Александр Коган, который в ту пору был заместителем главного редактора этого сайта. Здравствуйте, господин Коган! Здравствуйте, Михаил! А что изменилось со вчерашнего дня по отношению к этим данным, которые я сейчас процитировал? Ну, смотрите, вы цитируете данные 2010 года, данные 18-летней давности. По меньшей мере, естественно, это было чисто новостное сообщение, которое, мягко говоря, и на тот момент не соответствовало действительности. Но к вашему вопросу о том, что изменилось за последние сутки, за последние дни в этой теме, изменилось то, что были опубликованы данные полиции о том, что африканские нелегалы, проживающие в Израиле, совершают в три раза больше преступлений, чем в среднем совершают граждане Израиля. Ну, все жители Израиля. Я вас поправлю, в три раза больше это преступлений на сексуальной почве, а в четыре раза больше преступлений, связанных с насилием. Ну, там в среднем было, если я не ошибаюсь, было сделано по счету, то есть как бы в среднем на каждое преступление, по каждому виду преступлений где-то около 300% разницы. Но я вас сейчас как бы тоже немножечко шокирую и скажу, что эта информация абсолютно не соответствует действительности, потому что эти данные, во-первых, очень старые, это данные 2017 года, и только сейчас, и год спустя после того, как их запросили, их опубликовали. И второе, эти данные не соответствуют действительности, потому что подсчет ведется по задержанным, по осужденным, по подозреваемым и так далее. И, что самое главное, по преступлениям, о котором полиция знает. То есть, информация... Поданы заявления. То есть, поданы заявления, открыты дела. Да, естественно. И это, естественно, в нашей ситуации указывает на то, что данные эти очень сильно занижены по целому ряду причин. Во-первых, давайте как бы обсудим момент давности этих данных. Это данные 2017 года. В марте этого года был закрыт лагерь для нелегалов Холот. И все тысячи содержавшихся там африканских нелегалов устремились в другие города Израиля, в частности в Тель-Авив, где осели. При этом практически все забыли, что полгода назад полиция, внезапно, так сказать, невзирая на свою уже вот эту вот политику, мы никому ничего не расскажем, потому что вдруг внезапно из-за этого может быть угроза безопасности граждан. Сама по себе идиотская абсолютно постановка вопроса, если не подлая, да? Ну, советская такая, да? Да. Выяснилось в июне этого года, были опубликованы данные о том, что преступность в Тель-Авиве, в частности, возросла, преступность нелегалов, возросла на десятки процентов. В основном, если я не ошибаюсь, это было заявление главы отделения полиции в Южном Тель-Авиве, который заявил, что вот именно за первое полугодие 2018 года число преступлений выросло на десятки процентов. То есть, кражи, грабежи, изнасилования, разбойные нападения и так далее. И сам начальник полиции Южного Тель-Авива конкретно и прямо сказал, что он считает причиной тому закрытие лагеря для вот этих вот, как их называют, инфильтрантов. Окей, значит, он же подчеркнул, что если когда-то была какая-то возможность, ну, немножко неспокой, каким-то образом испугать из нелегалов тем, что их выбросят из города, поселят вот в этот холот, то после закрытия холота, естественно, у полиции были связаны руки. И дело в том, что, если я не ошибаюсь, он жаловался на то, что, я уже не помню, как назвать, друзья нелегалов, правозащитники, они сегодня не дают полиции абсолютно действовать. При всем при этом, еще раз я подчеркну, что речь шла о тех преступлениях, о которых люди сообщают. То есть, те, которые можно куда-то записать и указать, кто был, так сказать, преступником. Суданец, эритреец и так далее. Дело в том, что подавляющее большинство жалоб, которые все равно продолжаются, несмотря на то, что публика, живущая в частности в Южном Тель-Авиве, уже практически не жалуется на преступления уровня, ограбили, избили, ударили по голове, отобрали телефон. Потому что обычно это делают молодые люди с темным цветом кожи, я надеюсь, что ваш канал не закроют из-за того, что я это сказал, в кофте черным капюшоном бьют по голове, хватают телефон и убегают. Полиция не может записать, что это совершил суданец или эритреец. А вдруг это был еврей из Эфиопии? То есть, как мы можем, так сказать, нести напрасленно на вот эту вот группу населения нелегалые инфильтранты? Поэтому все вот эти вот данные, которые нам приводят, это минимум, который может быть. Это минимум, который зависит от того, от количества понанных жалоб, плюс это зависит от количества тех, кого задержали, обвинили, признали виновными и так далее. А если у вас нет улик, если вот задержали человека, который проходил на улице, условно говоря, да, эритреец дал кому-то по голове, захватил мобильник, передал другому эритреецу, первого поймали, никаких улик нет, его отпустили. Все, все в порядке, никаких проблем нет. Это не вносится в статистику. Поэтому ситуация такова, что то, что у нас происходит сегодня в Южном Тель-Авиве и вообще в тех местах проживания, скопления нелегалов, эта ситуация гораздо более худшая, чем тот отчет, который мы вот все прочитали и удивились, и испугались и так далее. Скажите, господин Коган, такой вопрос. И он постоянно поднимается псевдолиберальной общественностью и средствами массовой информации, и всякими организациями, которые называют себя правозащитными. Есть вполне логичное объяснение. Вот сиона-фашисты, колонизаторы, они не только к арабам плохо относятся, но и вот к беженцам. И вот это вот презрительное отношение, вот это вот нежелание их интегрировать в израильское общество, в отличие, например, от иммигрантов из Советского Союза. Мигрантов. Мигрантов, да. Вот это, собственно, и есть причина. Уберите причину, исчезнет следствие. Вы плохо относитесь к арабам, вы плохо относитесь к африканцам. И вот вам результат. То есть, что вы хотели? Ну, на самом деле, это достаточно смешная версия. Она звучит очень по-смешному, но я ее слышал и не раз. Дело в том, что у нас есть две вещи, которые полностью эту теорию разбивают на камню. Во-первых, нелегалы, которые приезжают, пробирались и приезжали в Израиль, они являются нелегалами, они являются преступниками уже по названию. Да, мы сегодня с вами знаем о том, что никакой гражданской войны, никакой угрозы в Эритрее тем, кто прибежал сюда и в Судане, уже нет. Все уже закончилось, причем достаточно давно. Мы знаем о том, что эритрейское посольство проводит для беженцев, да, знаете, вообще безумная ситуация, когда беженцы от эритрейского, страшного эритрейского режима, проводят мероприятия, посвященные родной Эритрее, при покровительстве посольства или через посольство переправляют в Эритрею деньги, которые они незаконно зарабатывают в Израиле. Как мы с вами знаем, найм на работу нелегалов и плата им из-под полы черными, да, это нарушение закон. Это первый момент. И второй момент, если мы проводим параллель с так называемыми мигрантами, да, как любят нас называть, выходцев из бывшего СССР, которые находятся в Израиле достаточно легальным образом, мягко говоря, как и все остальное население государства Израиля еврейское, которое или родилось здесь, да, или приехало по закону о возвращении. Мы с вами не будем касаться темы фалашморы, это отдельная тема. Дело в том, что статистика, которая касается того, как совершают преступления вот эта группа населения, она достаточно поразительная. Преступлений репатрианты из бывшего СССР, особенно насильственных преступлений, совершают меньше, не только, не среди вообще, как меньше, чем их процент, не просто во всем населении Израиля, но и в еврейском населении, потому что у нас есть с вами еще одна группа населения, про которую мы с вами уже разговаривали, это израильские арабы, которые совершают безумное количество преступлений. Минуточку, арабы-мусульмане, мы говорим об арабах-мусульмане, потому что арабы-христиане это еще другой сектор, небольшой, но он, естественно, после детей. Достаточно маленький, да, но как бы на самом деле тут уже достаточно стерлись грани, потому что участвуют в этом и те, и другие, но да, естественно, среди мусульманского населения это гораздо более развито. Кстати, достаточно большой процент, у нас просто нету статистики, но достаточно большой процент беженцев из Судана и Эритры, они являются мусульманами. Но вопрос не в том. Дело в том, что русскоязычные граждане Израиля, они негалы, они совершают меньше преступлений, чем еврейское, чем их вес по сравнению с еврейским населением государства Израиля. Причем, что да, они совершают примерно столько же преступлений, как называют, белого, синего воротничка, связанные с экономическими хищениями, мошенничеством и так далее. При этом преступления физические, побои, ограбления, изнасилования и так далее, они совершают меньше. Поэтому вся тема влияния страшного жуткого расизма израильского общества на то, что нелегалы совершают эти преступления, она вообще высосана из пальца и, естественно, педалируется с одной определенной целью, для того, чтобы вот эту группу населения, как очень четко подчеркивают молодые люди призывного возраста из Судана и Эритреи, которые по давляющей большинстве являются мусульманами, чтобы они остались здесь. Они остались здесь любым образом, в качестве таких, может быть, временных жителей, жителей, имеющих право, те, кто имеет право на долгосрочное проживание в Израиле, и, возможно, с правом на голосование на муниципальных выборах. Вы знаете, да, что постоянные жители Израиля, хотя они являются гражданами, они имеют право голосовать на муниципальных выборах в нашей стране. Ну и последний вопрос, вот скажите, все-таки, возвращаясь к той цитате сайта, которым вы соруководили в 2010 году, вот все-таки источник той новости, которую вы опубликовали, помимо государственной радиокомпании, это был КНЕС, то есть исследовательский центр при высшем законодательном органе государства Израиля провел свои исследования, опубликовал свою статистику. То есть были люди, которые за это получили деньги, которые учились в университетах, чтобы проводить такие исследования. Вот все-таки за 8 лет что изменилось? Наверное, либо инфильтранты стали другими, стали гораздо хуже себя вести, либо тогда, 8 лет назад, нас просто напарили. Послушайте, учитывая тот факт, что я неоднократно становился свидетелем того, как государственные структуры, ну, в частности, давайте возьмем полицию, по поводу одних и тех же данных, по поводу одного и того же вопроса, распространяет абсолютно разные данные между разными структурами, ну, в частности, да, давайте возьмем с вами тему полицейского насилия, которую мы тоже когда-то касались, в отношении не только русскоязычных репатриантов, а вообще граждан. У нас были ситуации, мы когда-то работали над этой темой, когда существовал еще портал Изрус, с известным адвокатом Игорем Глидером, и он требовал данные от Махаша, от отдела Минюста, который занимается расследованием полицейских преступлений, по поводу того, какое количество насильственных преступлений совершают полицейские, какие сроки они получают и так далее, и так далее. Когда он сравнивал данные, получалась уникальная ситуация. Ну, условно говоря, да, я точно этих цифр не помню, они публиковались в свое время на портале Изрус, что если, условно говоря, да, полицейские совершают 2000 преступлений в течение года всего, всех преступлений, да, там, домогательство, взяточничество, насилие и так далее, то из этих 2000 количество жалоб на насилие, это, например, 2300. Да, то есть человеку просто не приходило в голову понять, что 2300 немножко больше, да, чем 2000, поэтому 2300 не может быть частью преступлений, да, преступления не идут в минус, да, в статистике невозможно зайти в минус. Поэтому я очень скептически отношусь к центру исследования в КНЕССОДЕ, и потом центр исследования в КНЕССОДЕ базировался на чем? Он же не проводил исследования, да, опросы среди граждан, брал специалистов и так далее. Они обратились к полиции, полиции Южного Тель-Авива и потребовали там вот дайте нам, пожалуйста, статистику вот такого рода дел и так далее, и так далее, и так далее. Когда они могли посчитать, например, условно говоря, что на тот момент жалоб было еще очень много, да, люди жаловались, проходит какое-то время, когда публика понимает, что жаловаться не имеет никакого смысла. Но опять-таки полиция бездействовала, потому что, еще раз я повторю, поймать в городе, где живет 10, 15, 20 тысяч мигрантов, не мигрантов, нелегалов, темнокожих, которые ходят в темных капюшонах, в темных штанах, темных капюшонах, темных майках, и они на кого-то нападают, и отбирают у кого-то мобильный телефон, полиция не в состоянии их найти. Естественно, это дело остается, так называемым, висяком, да, слава богу, что это не труп. Вот, поэтому в статистику они, естественно, не попадают. При этом вы знаете, что в Южном Тель-Авиве, если вы идете по Южному Тель-Авиву, вас ограбили, вероятность того, что вас ограбил именно эмигрант из Эфиопии, да, не эмигрант, извините, репатриант из Эфиопии, или представитель фалашмуры, он немножко ниже, в десятки раз ниже, чем вероятность того, что вас ограбил африканский нелегал. Но это, естественно, в статистике не учитывается, потому что статистика, она же должна опираться на какие-то данные. Вот полиция сказала, что их в действительности происходит меньше. Значит, их в действительности происходит меньше. Все. Спасибо большое за ваши комментарии. Александр Коган, город Хайфа, политолог, журналист и аналитик портала ИТОН-ТВ. Спасибо. И вам, друзья, спасибо, что были с нами. Это была программа «Тема дня» на канале ИТОН-ТВ. В студии был Михаил Юровский. Оставайтесь с нами. Пока.